Всем привет! Меня зовут Анна Забарзина, я являюсь руководителем школы английского языка, а также teacher-trainer и учителем английского языка. Сегодня мы с вами разберем учебники по английскому языку для детей дошкольного возраста, 3-4 лет, прям совсем малышей. Смотрите это видео до конца, в конце видео будет подарок, связанный с этой темой, а также сразу подписывайтесь на канал, пока не забыли, ставьте лайк и колокольчик. В нашем сообществе учителей английского языка я частенько вижу вопрос, да и лично мне тоже задают часто вопрос в социальных сетях, какой же выбрать учебник для преподавания английского детям дошкольного возраста. Дошкольный возраст бывает разный, и от этого очень сильно зависит, какой учебник брать. Поэтому сегодня мы рассмотрим именно малышей 3-4 лет, а что касается дошкольников 5-6 лет, то я сниму в дальнейшем отдельное видео, потому что им уже подойдут другие учебники. Сразу хочу сказать, что я не вижу смысла использовать учебники для детей дошкольного возраста, именно совсем маленьких 3-4 лет. То есть зачем их покупать, я вообще не вижу смысла, потому что наше обучение должно происходить постоянно в коммуникации, играх, взаимодействии, смене активности и так далее. А то, что они будут приносить с собой учебники, они будут просто лежать в сторонке, и я не вижу в этом смысла никакого. Но мы разберем учебники для того, чтобы было легче преподавателю. То есть вы можете выбрать для себя какую-то программу, по которой идти, уже по ней создавать ваши уроки. При этом вашим ученикам, родителям не нужно будет покупать учебники. И задания из Activity Book тоже я не вижу смысла делать для детей такого возраста. И первый учебник это Super Safari. По сути, это учебник, который идет до Super Minds. Следующий учебник с похожей рисовкой, похожими героями, это будет Super Minds. И у нас будет прослеживаться логика, если мы берем этот учебник, а потом Super Minds. Но в целом не то, чтобы нужно его обязательно брать, если вы берете именно Super Minds в дальнейшем. Я использую Super Safari просто как такую базу, скелет для составления своего курса английского языка для детей дошкольного возраста. Давайте посмотрим, что там внутри. Первый юнит это знакомство, мы знакомимся с героями, и просто hello у нас идет. И темы достаточно все идентичные во всех учебниках этого возраста, откровенно говоря. Это my class, 4 слова здесь у нас, bag, pencil, book, chair. Потом идут у нас цвета, red, blue, green, yellow. Потом семья, dad, mom, brother, sister. То есть по 4 слова на юнит. My toys, numbers, pets, food, clothes, my park. И даже идут небольшие фониксы, такие совсем приветственные в каждом юните. Что здесь стоит отметить? Когда я создаю программу, когда я смотрю, какой мы будем брать учебник, я всегда рассчитываю на годовое обучение. Ну годовое как в рамках школы, да, то есть это сентябрь по май приблизительно. Бывает, что с октября по май. Но в целом мы считаем 8-9 месяцев, ну минус там праздники и так далее. Я бы сказала, что в районе 8 месяцев мы считаем наше обучение внутри года. То есть 4 месяца где-то дети отдыхают, что конечно очень много, но что уж поделаешь. И 8 месяцев они учатся приблизительно. И когда я выбираю программу для школы, я смотрю сразу сколько у нас юнитов и как быстро они будут проходить. То есть смотрите, у нас 9 юнитов, 8 месяцев на обучение. Порядка одного месяца, да, чуть меньше там трех недель уходит на один юнит. Мне кажется, это просто невероятно много для 4 слов. То есть обратите еще раз внимание, у нас в каждом юните по 4 слова. Что делать с ними 3 недели, я не могу себе представить. Причем детям такого возраста мы не можем пока что давать какие-то длинные предложения и так далее. Да, мы будем учиться с ними говорить предложением коротким, допустим. It's my book, it's a book, да, и так далее. Опять-таки это выучивается достаточно просто. И потом будет везде отрабатываться это it's на каждом новом юните. Поэтому меня всегда удивляют детские учебники тем, что там ну очень мало информации, очень мало лексики, очень мало всего. Поэтому я вообще никогда не использую непосредственно учебники для детей дошкольного возраста 3-4 лет. Я составляю свою собственную программу и то мы ее обычно опережаем, честно говоря. Это прям вот совсем мало. То есть 4 слова, даже трехлетки, для них это очень мало. Ну и давайте полистаем учебник, посмотрим, что здесь вообще есть. У нас знакомство с героями. И в основном это, естественно, картинки, потому что... Ну а что еще делать с маленькими детьми? Поэтому опять-таки я не вижу смысла покупать такой учебник. Да, можно распечатывать какие-то отдельные страницы для раскрашивания. Например, дети любят раскрашивать что-то. Может быть, какие-то картиночки там перемешивать и так далее. Но наше обучение строится в основном на реальных объектах и флеш-карточках, которые мы используем в работе. Так что, если вы не знаете, какой учебник взять, можно взять Super Safari. Здесь я бы, конечно, его разбавляла, добавляла, да, очень много усложняла. По крайней мере, если у вас прям совсем нет идеи, что делать, да, и вы еще не умеете разрабатывать свои собственные программы, то вы можете взять учебник и по нему идти. Но скажу по своему опыту, например, работая в России, я вижу, что у родителей запрос на более интенсивные программы. И если вы будете проходить 4 слова целый месяц, то я не удивлюсь, если ученики начнут от вас уходить. Задумайтесь об этом моменте заранее. Следующий учебник, который вы можете взять за основу при работе с детьми дошкольного возраста, это My Little Island. Первая часть, да, то есть, соответственно, если дети совсем нулевые, мы начинаем с нее. И мы работали по этому учебнику в Китае, да, непосредственно я преподавала по этому учебнику. Там дети закупали и приходили с этими пособиями. Мы их никогда практически не использовали, только, может быть, на последних 15 минутах занятия мы что-то раскрашивали оттуда. Но в целом мы на занятиях не пользовались этими учебниками, и я очень сильно добавляла свой материал для того, чтобы сделать его сложнее, для того, чтобы дети заговорили более полными предложениями, для того, чтобы дети умели задавать вопрос и именно коммуницировать, а не просто учили отдельные слова. Да, за основу мы можем взять, но опять-таки это слишком просто, на мой взгляд, по крайней мере, и нам нужно дорабатывать эту программу. А так, в целом, если мы посмотрим на содержание, все то же самое, в общем-то, что у нас и в SuperSafari, темы пересекаются, что-то может отличаться, но базовая лексика, она везде одинаковая, да, то есть, если мы читаем язык учить с нуля, всегда базовая лексика будет одинаковой. Давайте немножко полистаем учебник, здесь тоже картинки, песни, истории, и здесь же есть, кстати, activity book, в который тоже можно что-то там раскрашивать. Но вот что касается этого учебника, мы работали в Китае по нему, и к нему еще шло что-то вроде Presentation Plus для учебников, и мы использовали эти программы на большой доске, где можно все перемещать виртуально, и детям это очень нравилось. Хотя, опять-таки, я вот небольшой фанат использования множества технологий на занятиях с маленькими детьми, мне кажется, что дети лучше усваивают именно в коммуникации, в играх обычных. Как я уже сказала, основной минус вот этих детских программ в том, что чаще всего учителя идут по учебнику строго, и если там даются просто, допустим, 4 слова, они учатся 4 слова, просто, допустим, it's, да, it's a bag, it's a chair, it's a table, и все, на этом все. Не отрабатывается вопрос, не строится коммуникация, и как результат дети просто владеют отдельными словами. Наша же с вами цель на то, чтобы потихонечку вести коммуникации. Понятно, что в 3-4 года там сложно какую-то коммуникацию им построить, но со временем она придет, все равно придет потихонечку, это лишь дело времени. Ну и еще один учебник, это Cookie and Friends от Oxford, тоже для детей небольшого возраста. В принципе, там все то же самое, да, что касается тем и прочего. Опять-таки, у детей все темы схожие, и вся лексика схожая, так что здесь уже можно выбирать все, что угодно, просто самостоятельно дорабатывать еще программу. В Cookie and Friends мне достаточно нравятся стишки, песенки, которые там даются, и сами картинки, не знаю, у меня они вызывают такие положительные эмоции. Super Safari, вот эти 3D-шные картинки мне не очень нравятся, честно говоря. Мне вот больше такого формата нравится, какой-то прям он более детский, но опять-таки я адепт того, что мы не используем учебники для детей 3-4 лет, мы полностью ведем занятия в коммуникации. Для создания своей собственной программы я, на самом деле, использовала My Little Island как основу, как базу, плюс дополняла другой еще лексикой и дополняла еще темами, которые, мне кажется, более логичные и дополняют пройденные темы. Таким образом, я создала программу из 72 учебных уроков, да, то есть 72 урока, по сути, это все наши вот эти 8-9 месяцев, по где-то 35 минут, 35-40 минут, и для наших учителей я прописала полностью, да, что проходится. Какие песни используются и прочее. Обычно песни я не использую из этих учебников, про которые я говорила. Есть прекрасные YouTube-каналы с просто потрясающими песенками, которые остаются в голове навсегда, наверное. Super Simple Songs, English Sing Sing и так далее. Много достаточно хороших каналов, откуда брать песенки. И я, на самом деле, рекомендую вам сделать что-то подобное. Понятно, что первый год вы можете еще прощупывать, понимать, как что вообще строится, как работать с детьми. И после этого прописать свою программу, потому что, к сожалению, нет идеального учебника, нет идеального пособия. Поэтому мы прописываем свою программу, которая бы максимально соответствовала нашим ожиданиям и тем результатам, которые мы хотим увидеть у детей. Ну и подарок. Как я и обещала, я вам подарю как раз для ознакомления вот эти пособия, про которые я сказала, а также некоторые другие пособия для преподавания английского детям 3-4 лет. Вы можете их полистать, по крайней мере, что-то для себя сформировать, да, какая-то у вас будет картина мира, скажем так. И уже на основании этого решать, как вам двигаться вообще в этом направлении, какую программу выбирать и как работать с детьми. Для того, чтобы получить этот подарок, подпишитесь на мои социальные сети, все ссылки будут в описании. Напишите мне кодовое слово «Дети 3 лет», и я вам вышлю эти материалы. Также обязательно записывайтесь на курс по преподаванию английского детям 3-12 лет, чтобы разобраться лучше, как вообще взаимодействовать с детьми. Все ссылочки тоже будут в описании. Ну а на этом все. Увидимся в следующих видео. Bye! Bye!